Альтернативная электроэнергетика В Якутии построят уникальный комплекс ветряных мельниц. Меморандум подписали японская компания, Русгидро и руководители региона. В Нюрингринском районе завершились отчеты органов исполнительной власти, что волнует жителей Южной Якутии. Мусор раздора жителей одного из микрорайонов Ленска жалуются на то, что погрязли в бытовом мусоре. Местные власти имеют свой взгляд на ситуацию. Родители алданских школьников сели за парты, чтобы самим попробовать сдать ЕГЭ. Питание по-новому. Для сотрудников компании «Алроса» меняется система организации питания. Меню обещали разнообразить. Владимир Путин назвал недопустимым давление на бизнес со стороны правоохранительных органов и призвал МВД бороться с такими проявлениями. Об этом президент России заявил на коллегии МВД, где подвели итоги работы за 2017 год. Путин призвал сотрудников ведомства тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов, что абсолютно недопустимо. «Я завтра буду еще говорить об этом в послании», – добавил президент. Глава государства отметил особый характер правонарушения подобного рода. «Они подрывают веру людей в закон, справедливость, свободу экономической деятельности», – В Москве подписан документ по строительству ветродизельного комплекса в поселке Тикси. В рамках меморандума по строительству нового энергокомплекса в поселке Тикси планируется ввод уникального энергоузла, состоящего из трех ветроустановок, трех дизель-генераторов и аккумуляторных батарей. Все подробности в материале нашего собственного корреспондента в Москве Татьяны Черемкиной. Подписанный меморандум о сотрудничестве между Росгидро, Недо и Республикой Саха закрепляет договоренности сторон в отношении строительства ветродизельного комплекса. Одновременно подписан договор о совместной деятельности между Сахаэнерго и компанией «Токаока-Тока», которая является организатором проекта с японской стороны. Основное оборудование предоставляется японской стороной на безвозмездной основе. Росгидро обеспечит логистические и строительно-монтажные работы. До декабря 2018 года планируется завершить монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи. До конца 2019 года монтаж дизель-генераторов, систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Эксплуатировать комплекс будет Сахаэнерго, который является дочерним обществом Якутскоэнерго и входит в группу Росгидро. Именно ветровая энергия очень актуальна для оптической реализации. Реализация этого проекта в ТИКСИ даст Росгидро опыт строительства и эксплуатации ветродизельного комплекса в условиях Арктики, а также позволит оценить перспективу создания аналогичных энергообъектов в изолированных энергосистемах Дальнего Востока, в частности, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Этому проекту не будет аналоговая Россия. Уникальность, что этот проект будет реализован не только в сервисе, но и с высокими требованиями по надежности. Уникальный для России ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка ТИКСИ и снизит его зависимость от дорогостоящего привозного дизельного топлива. Впервые в нашей стране введенный технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены три ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии. Ветроэнергетические установки будут выполнены в арктическом исполнении с адаптацией к работе в сложных природно-климатических условиях Заполярья. Это вопросы ЖКХ по качеству предоставления услуг, реализация программы капитального ремонта. Также население района интересует высокая стоимость авиаперевозок, жилищные тарифы и вопросы здравоохранения. В ходе отчетов состоялись такие хорошие рабочие встречи, диалоги прошли конструктивные и думаю, что они полезны для населения. Ну и в большей степени, наверное, тоже для нас, как для органов исполнительной власти, взять на вооружение те вопросы, которые необходимо решать сегодня для населения. В отдаленных районах Якутии продолжается досрочное голосование. До 17 марта планируется охватить около 19 тысяч избирателей. Это оленеводы, коневоды, работники промышленных предприятий, метеорологи, промысловики и представители поселений. Сегодня прошел первый день досрочного голосования в самых отдаленных участках Кобяйского района. Свои голоса отдали за своего кандидата на постглавы государства оленеводы Трехстойбищ. Из Кобяйского района передает Юлия Михайлова. Проголосовали сегодня 13 человек. Всего по району до 17 марта досрочно проголосуют еще 175 избирателей, которые находятся вдали от населенных пунктов. Это оленеводы, работники гидрометеостанции, сотрудники добывающей компании прогноз, сканеводы, специалисты ЕТЭК, дорожники. Самый многочисленный состав избирателей труднодоступных участков находится на серебросодержащем месторождении. А у прогноза всего 125 человек. Оленеводов насчитывается 60. Члены участковых избирательных комиссий будут добираться до них всеми видами транспорта. Вертолетами, на буранах, вездеходах, самосвалах, а где-то даже на оленях упряжках. Человек, победивший время. В Национальном художественном музее в Якутске открыли выставку народного художника Афанасия Осипова. Выставка посвящена 90-летию со дня его рождения. Скрытый смысл живописи художника попыталась разгадать Саргалана Федорова. В 17 лет ради желания стать живописцем будущий народный художник проделал путь до Москвы длиною в 27 дней. После Афанасий успешно окончил живописный факультет Московского государственного института. Стал членом Союза художников России, членом правления Союза художников Якутии. Только сейчас, когда я увидел его работы, я понял, какую величайшую задачу он осуществил. Сделал чрезвычайно много для того, чтобы открылась гигантская территория, открылась территория Якутии. Пейзажи, тематические полотна, портреты, этюды, эскизы. Произведения разных лет и жанров. Центральное место в экспозиции занимают произведения, посвященные достижениям в области культуры и спорта. Например, картина «Заслуженный тренер Коркин с учениками». Также немаловажная роль отводится и произведениям, посвященным крупным индустриальным проектам. Например, триптих «Седой Вилюй», созданный под впечатлением строительства ГЭС. Важные принципы живописи, обогащающие произведения, он передал своим ученикам. Показывал наглядно, как надо работать. Я видел такой момент, когда он увлекся своей работой и сорвался с горы. Но он спортсмен, он схватился за скалу и прямо как рысь выскочила, как ни в чем не бывало. Творчество Афанасия Осипова неразрывно связано и с горной тематикой. Любовь к живописи и горам он привел и своим детям. Объяснил вообще, как работать с этим пространством, которое… Ну вот, не за что зацепиться, тебе кажется, все красиво вокруг. И как выделить из этого пространства главное и воплотить это уже в картину. Ну то есть это уже другие задачи. Именно этот опыт заложил. Смысл многих картин мастера заключается в единстве современного и вневременного, бытового и поэтического, конкретного и универсального. Своими произведениями Афанасий Осипов прочно вошел в историю искусства России. Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Но сейчас на нашем телеканале небольшой блок рекламы. И смотрите далее. Мусор раздора. Жители одного из микрорайонов Ленска жалуются на то, что погрязли в бытовом мусоре. Местная власть имеет свой взгляд на ситуацию. Родители алданских школьников сели за парты, чтобы самим попробовать сдать ЕГЭ. Питание по-новому. Для сотрудников компании «Алроса» меняется система организации питания. Меню обещали разнообразить. В эфире информационная программа «Якутия-24». И мы продолжаем наш выпуск. Далевое строительство «Канет в лету» с июля этого года вступает в силу поправки федеральной законы о долевом строительстве. Они коснутся как застройщиков, так и покупателей недвижимости. Законопроект довольно строго регламентирует компании, которые смогут привлекать деньги дольщиков и то, каким образом они смогут пользоваться этими финансами. Есть мнение, что новый порядок повлияет на стоимость квадратного метра жилья и объема вводимого жилфонда в целом. Так ли это? Разбиралась Сарглан Захарова. Вместо 12 этажей всего два недостроенных. Вместо новоселья судебные тяжбы и долговые ямы. Десятки дольщиков остались ни с чем. В семье Анастасии за время ожидания сдачи дома произошло двойное пополнение. Вступили в долевку еще в 14-м. Молодая пара планировала съехать от родителей. У нас уже двое детей. Надо расширять жилищные условия. Мы не можем, потому что мы вложили все деньги туда. Продали машину, продали гараж. На первоначальный взнос накопили. Родители помогали, конечно же. И мужа родителей, и мои родители. Все деньги вложили и остались ни с чем. Страховые тоже не спасли компании банкроты. Чтобы избежать в будущем таких ситуаций, в стране в прошлом году запустили новый механизм защиты прав дольщиков – компенсационный фонд. Строительные компании вносят в него 1,2% стоимости договора долевого участия. В случае фиаско работы дольщики получат компенсацию из фонда. Также строители не могут привлекать деньги граждан на нулевом цикле. И это еще не все. Вступление в силу поправок застройщики не смогут больше ввести строительство сразу нескольких объектов, заниматься другими видами деятельности, привлекать напрямую средства дольщиков. И еще не одно такое ограничение. Строительство будет осуществляться проектным финансированием, что приведет к тому, что количество застройщиков у нас ощутимо уменьшится. То есть те застройщики, которые не имеют материальной базы, не позволят им осуществлять строительство. С одной стороны, уйдут неблагонадежные строители, с другой – возможно уменьшение объема нового жилья. Уже на 2018 год у нас план немножко снижен – 520 тысяч квадратных метров. Сможем ли мы в 2019 году? Надо посмотреть. Во-первых, дождемся июля 2018 года, посмотрим, как все-таки наши застройщики среагируют на те требования. И тогда уже будем как-то взвешены. Конечно, есть большие риски, очень большие риски. Проектное финансирование, на которое перейдет страна, предполагает работу строителей только через банки. А значит, новые кредиты и проценты, которые войдут в стоимость квадратного метра жилья. Но пока механизмы закона не утверждены и до конца не прописаны. В Минстрое страны говорят о льготном кредитовании компаний. Между тем, доступление в силу закона остается меньше полугода. Сарглана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. К другим темам. Мусор стал условной достопримечательностью микрорайона Чанчик, города Ленска. Жители то и дело делают фотографии, снимают видео и отправляют в соцсети с надеждой, что власть увидит их и примут меры. Но нет, бытовые отходы лежат уже не неделю и не месяц, а намного дольше. Заместитель главы города Василий Козырев пояснил, что жильцы погрязли в мусоре – вина самих жителей. Так как ни один из 200 проживающих в микрорайоне договор на вывоз бытовых отходов так и не заключил. Администрация города за свой счет в конце концов установила, сделала мусорные площадки, установила мусорные контейнеры. Ну и мы понадеялись на сознательность все-таки граждан, что будут заключать договора с управляющей компанией. Но, к сожалению, ситуация не изменилась. Баки наполнились, переполнились. Договора с управляющей компанией заключены не были. Мы, скорее всего, опять же, за свой счет вывезем этот мусор и уберем контейнерные площадки. И пока до решения вопроса о заключении договоров, естественно, мусорные контейнеры устанавливать мы не будем. Единые цены и рецептура пункты питания работников «Алроса» объединят. Столовые компании решили перевести в новую структуру. Теперь организацией питания будет заниматься предприятие «Алросаторг». Как это отразится на самих посетителях? Станет ли разнообразнее меню и во сколько теперь в среднем обойдется обед? Узнавали наши коллеги. 22 столовых и 8 буфетов. В организации рабочего питания «Алроса» сегодня работает более полутысячи человек. С 1 февраля этого года начнется поэтапный перевод цехов рабочего питания в дочернее предприятие «Алросаторг». Была проведена работа по объединению в единую номенклатуру, в рецептуру, в единый прескурант, в единое ценообразование, в определенные технологические процессы. Во-первых, мы их научим новым технологиям приготовления, где будет сохраняться калорийность блюда, питательность. К реорганизации готовились 4 года. На техперевооружение в компании выделили более 60 миллионов рублей. С февраля этого года Мирнинская площадка общепита уже в составе «Алросаторг». 1 июля туда же войдут столовые вахтового поселка Накын. Пункты питания Айхальского и Удачинского комбинатов переведут в следующем году. По Мирнинской площадке это у нас увеличивается объем выхода блюд, качество продукции. Соответственно, у нас компания и управление закупок, и руководство очень отслеживает, как проводятся закупки. Они не настаивают на уменьшение стоимости питания, а у нас стоимость должна соответствовать качеству. Компания на себя взяла многие обязательства по содержанию общепита. То есть в дождьернем предприятии они компенсируют полностью расходы, которые она несет на содержание столовых и на обеспечение питания сотрудников. Теперь во всех столовых новой структуры будут единые цены. Полноценный обед в среднем обойдется работнику в 300 рублей. Разработкой меню в компании «Алросаторг» занимается главный технолог вместе со своими коллегами из технологического отдела. При разработке меню мы учитываем условия работы, в которых трудятся наши сотрудники, энергетическую ценность, неповторяемость блюд. Как отмечает руководство, централизация цехов питания позволит предложить работникам компании полноценную сбалансированную еду, а также обучить сотрудников столовых принципам приготовления здорового питания. Марфа Яковлева, Руслан Подкулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Алданские родители вновь сели за школьные парты. Район включился во всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В шести пунктах сдачи экзамена родители, так же, как и дети, прошли все процедуры, сопутствующие ЕГЭ. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Сдача единого государственного экзамена зачастую становится более суровым испытанием для родителей, чем для выпускников. Недостаток информации заставляет пап и мам додумывать всевозможные ужасы, с которыми их дети могут столкнуться на экзаменах. Чтобы развеять все домыслы, родителям дали возможность самим попробовать сдать ЕГЭ. Вся инициатива организована с целью показать родителям, мамам, папам, как дети, в каких условиях, как проходят регистрации, как организованы рабочие места, каким образом составлены кемы, ну и другая процедура. В этом году у нас на территории пунктов присутствуют родители, они уже зарегистрированы. Родители вместе с детьми будут писать также по тем же самым кемам экзамены, а затем получат результаты учителя школ, также проверят и результаты озвучат нашим родителям. В ходе акции родители, как и их дети, прошли все процедуры экзамена. Зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Кроме того, попробовали пройти тесты по русскому языку, аналогичные представленным на ЕГЭ. У меня сын выпускник в этом году, и я хочу посмотреть, как проходит ЕГЭ. Сын нервничает? Абсолютно нет. Абсолютно спокоен. В отличие от мамы. Похоже, что детей действительно меньше, чем родителей, пугают экзамены. В школе их к ним готовят, да и проходили уже в девятом классе. Было как-то волнение, но так как мы в девятом классе все это как прошли, уже не так волнительно. Да, не так страшно проходить все. Работы родителей проверят педагоги районных школ и озвучат результаты экзамена, прохождение которого наверняка приведет взрослых в состоянии равновесия перед настоящим ЕГЭ. Руслан Павлов, Сергей Шибачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Полторы тысячи воспитанников и 10 детских садов. Первый юбилей пятилетия отметили и работники детских садов Мирненского района. Это проект по объединению дошкольных учреждений. Праздник прошел необычно, малыши и воспитатели перевоплотились в настоящих артистов. Пели, танцевали, показывали сценки. На юбилейном концерте побывали наши коллеги. Десять детских садов сегодня работает Вайхалью в удачном. В учреждениях воспитывается более полутора тысяч детей. Забота о каждом ребенке и воспитание личности – главная задача работников детских садов. Музыкальные руководители раскрывают творческий потенциал. Заботливые педагоги вкладывают частичку себя в каждого малыша. Повара стараются угостить вкусной и полезной едой. В нашем детском саду вкусно кормят. Больше нравится суп. Воспитатели очень хорошие. Они с нами играют и учат. Взял на сантео под свое крыло, под свое алмазное крыло. Стильные прически, нарядные платья, свет софитов. Воспитателей детских садов в северной площадке не узнать. Заботливые, добрые, ласковые. Они каждый день отдают свое сердце детям. А сегодня блистают на сцене. Вместе с воспитанниками подготовили большой праздничный концерт. Сегодня они занимаются, наверное, одним из самых основных дел. Это воспитание детей, работников, компаний, жителей поселка Айхал. Это очень тяжелый, ответственный и очень нужный труд. С юбилеем поздравить работников дошкольной организации пришли родители, бывшие воспитанники и представители предприятий северных площадок. Педагоги принимали слова поздравления. Масштабные задачи. В первую очередь это организация педагогического процесса с новшествами, инновационными технологиями, с проектной деятельностью детей. Мы планируем повышать компетентность наших педагогов, укреплять материально-техническую базу. Сегодня в детских садах северной площадки трудятся 453 работника. Воспитатели, музыкальные руководители, участники и призеры конкурсов разного уровня. В 2018-м детские сады Айхала и Удачного выпустят 359 ребят. Примерно столько же малышей впервые переступят порог детского сада. Юбилярам хотелось бы пожелать творческих успехов, благополучия семейного, чтобы был дома уют, тепло, всегда с удовольствием на работу и с радостью возвращаться домой. «Круто ты попал в детский сад! Ты звезда! Каждый здесь тебя встретит раз. Круто ты попал в детский сад! Ты звезда!» Нарея Сипцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край». Сохранить достоверную память о Великой Отечественной войне. Именно такую задачу несет новый проект «Вечный огонь» в городе Ленске. Его автором стал ленчанин Михаил Сиванков, которому небезразлична история страны и память о подвиге советских солдат. Подробности в нашем следующем материале. «Вечный огонь» – символ самопожертвования ради других. Миллионы советских солдат жертвовали своими жизнями ради нашего будущего. С каждым годом все больше ветеранов войны покидают строй, унося с собой воспоминания о событиях тех страшных лет. Сохранить память и донести достоверные факты о подвиге нашего народа – задача старшего поколения. Именно с этой целью Михаил Сиванков инициировал проведение в Ленске проекта «Вечный огонь». «Сами знаете, что в настоящее время дойдет такое искажение фактов, вообще исторических во многом. Особенно много исторических фактов искажаются по поводу Великой Отечественной войны». Сотрудники Центральной районной библиотеки одни из первых поддержали патриотический проект. Здесь и прошла первая встреча. Ее участникам рассказали об идеях и концепции программы. В рамках проекта состоятся конкурс чецов, онлайн-викторина и третий этап – литературный. Именно эти ступени проекта надо пройти, чтобы стать победителем проекта. И хотя детей на первую встречу пришло немного, организаторы не расстраиваются. Говорят, что это только начало. «Я думаю, что проект пойдет, и мы задействуем очень большое количество детей, которые будут участвовать. И вот все-таки итогом хотим сделать, чтобы победители поехали в город Старый Оскол, в город боевой славы». Основной упор проекта сделано знакомство со сверстниками – участниками патриотических клубов, кружков и поисковых отрядов из других городов, чтобы дети Ленского района знали, помнили и гордились своими героями. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Тем временем Олегминский район встретил группу десанта проекта «Журавли памяти». Проект стартовал накануне в Якутске. Идея его принадлежит Саргалане Сорошевой. А куратором выступила вице-спикер Илтумена Ольга Балабкина. Десант «Журавли памяти» проведет во всех населенных пунктах Олегминского района уроки памяти в школах встречи с ветеранами. В мае патриотический десант «Журавли памяти» планируется провести в Горном районе, откуда были родом самое большое количество бойцов якутов на озере Ильмень. Четверо наших хоринских жителей. Это Анисимов Романин Акентевич, он там же погиб в 43-м году на озере Ильмень. Майоров Пантелеймон Семенович и Мельчинов Николай Николаевич, он вернулся с войны и был захоронен здесь, в Хоринцах. И Попов Илья Дмитриевич, он умер от ран 10 июня 43-го года и захоронен в городе Перим. Вот наши четыре земляка принимали участие в боях на озере Ильмень. Экспедиция на автомобилях от Уфы до Чукотки прибыла в Якутск. Она стартовала еще 12 февраля. Участники экспедиции должны пройти зимней дорогой Арктика, выйти к Северному Ледовитому океану и посетить мыс Шмидта. Подробности в материале Петра Говорова. Сейчас, секунду. С этой стороны уху замерзла. А когда стоишь на одном месте, оно начинает мерзать. Как отмечают организаторы, в истории путешествия это всего четвертая экспедиция на автомобиле вглубь Чукотки. А вот на отечественных УАЗ-Патриотах и вовсе первая. Все самое интересное начнется за Колымской трассой, за Уснерой, когда мы выйдем на зимник Арктика. Это вот очень уникальная трасса. На федеральном уровне содержится зимник, по которому раз в год осуществляется зимний завоз на Чукотку. Соответственно, все жители Чукотки ждут его. Он сейчас почти доделывается. Говорят, что осталось буквально несколько сотен километров. Ну и мы, собственно говоря, ждем, когда он откроется. Пока доедем, наверное, должен появиться. В успехе уверены. За спиной 25 экспедиций за 15 лет и 400 тысяч километров. Общая протяженность, чтобы доехать до мыса Шмидта, 29 тысяч километров. Это туда и обратно. А в общем, сколько времени займет? Два с половиной месяца. Значит, у нас автомобили оборудованы под Арктику. То есть они проклеены, в них тепло, установлены автономные отопители. У нас есть оборудование, которое люди не применяют в обычной жизни. У нас есть спутниковая тарелка на крыше. То есть у нас есть идея интернет. У нас есть специальный прицеп, который мы тащим топливо. У него есть лыжи. То есть когда мы выходим в тундру, мы ставим прицеп на лыжи и тащим его за собой. Вот. У нас сейчас там лежат колеса большого размера, но потом поедет топливо. В команде четыре человека. Два пилота, два штурмана, есть свой план следования, полный бак топлива, продукты и теплая одежда. Тушенка, гречка, рис. То, что не портится. Да. То, что у вас ничего не портится. Большой холодильник. Морозильник. Да. Странствовать по миру на авто – это не просто путешествие в новые места. Ребята обстоятельно изучают страну, в которую едут. И даже ведут видеоблоги. Вот. У нас есть мощный технический блок на Драйв-2, вот, где мы пишем про подготовку машины, все такое. Ну, и какие-то наши отчеты можно почитать. Лучше, конечно, проще всего нас найти через Фейсбук. Две недели пути пройдены без каких-либо проблем. Теперь главная цель – доехать до конечной точки. Это мыс Шмидта, который находится в Чукотке. Петр Говоров, Григорий Охлопков, Якутск. Информационная программа «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале и удачи вам. От нас, учителей, зависит, какими вырастут наши дети. Граждане Великой России. Я горжусь успехами своей страны. И мне не безразлично ее будущее. Я люблю Якутию. Я – россиянин. И я голосую за своего президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова